Теперь разберемся с альтернативным способом создания лепнины, точнее даже с двумя альтернативными способами. На самом деле, как минимум два есть, и в общем-то оба достаточно простые. Значит, я делаю сейчас плоскость, но я сначала первый способ покажу. Он, конечно, в 50 раз проще, чем тот, который вы проходили в предыдущем уроке, но не самый простой в плане пожирания ресурсов компьютера. Значит, для этого способа вам надо как можно больше полигонов сделать. То есть, чем больше полигонов у вас будет на этой плоскости, тем более качественно у вас получится лепнину сделать. Значит, для этого способа мы с вами используем модификатор, который называется Displace. Displace, по сути, получается то же самое выдавливание. То есть, в принципе, это абсолютно тот же самый бамп. Сейчас, одну секунду, я ваши комментарии выключу. Тот же самый бамп, только выдавленный по-натуральному. То есть, вот мы берем вот сюда в Bitmap сейчас, ну, давайте я сделаю в Material Editor карту такую, да, все ровно так же, как я вас учил. То есть, Get Material, нажимаем, открываем, так, 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 Maps, да, у нас Bitmap. Так, находим нашу карту, я уже подготовил, я уже подготовил картинку этого самого лепнины. Вот сюда мы ее вставляем. Прямо вот, вот, прямо вот так вот мы ее сюда и переносим. Так, только она мне не переносится в Maps, наверное, надо, да, в Maps. Инстансом, да, готово. И теперь, чем сильнее мы будем настраивать Strange, сила, тем больше у нас эта лепнина будет проявляться. Ну, и, соответственно, в обратную сторону. То есть, вот в таком вот виде, F4, вот в таком вот виде, то есть, вы видите, да, сейчас недостаточно даже полигонов, то есть, полигончиков можно добавить побольше, вы видите. Больше полигонов добавили, у нас лепнина сразу получше проявилась. Ну, и, соответственно, соответственно, так, сейчас я на виде сверху этот самый все сделал. Если это вот так вот разбавить, получается наша лепнина, вот она, да. Ну, как я и сказал, то есть, это достаточно, достаточно прожорливый способ, вот. То есть, количество полигонов, ну, много лепнины таким способом сложновато сделать, потому что количество полигонов начинает постепенно зашкальпить. Вот. Второй способ, альтернативный, но все равно, вы видите, то есть, лепнина получается довольно-таки симпатичненько, да? Симпатично. А, мельтеглюжен, смотрите, включился, и все, и у нас получается реально настоящая лепнина, очень даже прикольно смотрящаяся, да? То есть, представьте, сколько бы предыдущим способом вы бы вымоделивали вот эту всю красоту. Здесь вы видите, раз, два, и готово. Второй способ с помощью V-Ray Displacement Mode. Этот способ мы еще с вами дальше будем проходить более подробно. В данном случае количество полигонов вообще не имеет никакого значения, то есть, мы можем здесь оставить сейчас один-единственный полигон. Один-единственный полигон. Вот. Но... Идем в стек модификаторов и включаем V-Ray Displacement Mode. Вот он так вот включается, V-Ray Displacement Mode. Вот он так вот выглядит. Здесь ставим 2D mapping. Сюда, опять же, закидываем вот эту вот карту в текстуры, да? Но отличительная особенность V-Ray Displacement Mode, то есть, V-Ray-ского инструмента от обыкновенного дисплейсмента, в том, что его станет видно только тогда, когда вы нажмете на кнопку Render. Значит, соответственно, выдавливание этого дисплейсмента происходит вот здесь. И во Viewport вы ничего не увидите. Вы сможете увидеть только тогда, когда нажмете на кнопку Render. При этом Render, естественно, у вас должен быть обязательно V-Ray-ским. То есть, идем в Assign Render, включаем V-Ray. Здесь можно включить Environment. Здесь можно включить GUI. Нажимаем на кнопку Render и вуаля. Вот у нас пошел Render. Ну, у вас ровно то же самое должно произойти. Сейчас у меня, вы видите, то есть у меня вся эта красота выдавилась внутрь. Сейчас я это все дело поправлю. Благополучно. Так, 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 чтобы я здесь немножечко исправлю. Так, у меня вся эта красота выдавилась вовнутрь. Значит, я поменяю знак Amount, то есть выдавливание. Сделаю не вверх, а вниз. Соответственно, по идее у меня наоборот все выдавится вверх. Смотрим. Так и есть, вы видите. Вот сейчас я выдавил очень сильно. Давайте сделаем намного меньше. Вот так вот, наверное. Вот так должно быть достаточно. Ну, и то сильновато. Но при этом, значит, ресурсы компьютера вашего вообще практически не трогаются. То есть, такая лепнина будет рендериться очень-очень быстро. Ну, и при этом она ничем абсолютно... Ну, точнее, ничем, а она еще будет смотреться еще более качественно, чем обыкновенный дисплейсинг. Так, ну, выдавливание, я думаю, что вот буквально 0,2 надо. Да, вот теперь отлично, вообще хорошо. Ну, и все, получается абсолютно настоящая лепнина. Вот, то есть, теперь ее можно сделать сколько угодно, абсолютно без разницы. То есть, мы можем ее заполонить и тут вообще как бы целое поле лепнины сделать. И оно абсолютно спокойно у нас отрендерится совершенно без всяких проблем. Вот, смотрите, я сейчас сделал. Вы видите, да, то есть, его... Сейчас эту лепнину не будет видно во вьюпорте, но как только мы нажмем на кнопочку рендер, вся она у нас тут же проявится. При этом рендер, ну, пройдет достаточно быстро. Вот у нас получается целое поле красивой лепнины. Ну что ж, выбирайте способ, какой вам нравится. В принципе, в этом задании ваша задача сделать лепнину любым из альтернативных способов. Главное, чтобы она смотрелась реалистично. Можете использовать обыкновенный дисплейсмент. Можете использовать V-Ray Displacement Mode. V-Ray Displacement Mode мы потом в дальнейшем будем еще активно использовать. Поэтому, ну, я вам рекомендую использовать именно его. В плане установок освещения, свет особо никакой не нужен. Ваша задача, главное, включить V-Ray, то есть, зайти вот сюда вот в Кумон, Assign Render, нажать вот на эту вот кнопочку с тремя точечками. Ну, V-Ray, вы знаете, как включать, я вам уже говорил. Включить Environment, включить Global Illumination, глобальное освещение. Можете здесь ничего не настраивать. Вот. И посмотреть, что у вас происходит. Вроде бы никаких больше нюансов. То есть, вы видите, что вот третий альтернативный способ, он мега простой. Вот. И мега эффективный. Ну, тут главное, чтобы у вас была качественная картинка вот этой вот лепнины. Если у вас такая есть, то у вас моментально все получится. Вот. Жду ваш отчет по лепнине и двигаемся с вами дальше.